Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вы знаете, что я на своем канале призываю вас становиться инвесторами, что я призываю вас инвестировать, инвестировать в акции, в фондовый рынок и прежде всего в модельный портфель. Но в то же время все знают, что инвестиции в фондовый рынок, они хотя и дают потенциальную доходность выше, чем банковские вклады, но тем не менее они сопряжены с риском и никто не дает гарантии, что эта доходность будет, а может быть она будет и отрицательной. И давайте посмотрим, что происходит в последнее время и вообще надо ли вкладываться в акции и что делать. И сегодня я хочу обсудить реакцию многих людей, которые, ну просто, так сказать, вкладчики модельного портфеля, она абсолютно разная для разных типов людей. Итак, смотрите, что происходит на мировых рынках. Вот здесь выведен индекс S&P 500, это американский индекс акций, который показывает, ну вообще, так сказать, структуру крупнейшей экономики в мире. И что с этим происходит? Смотрите, вот 2013 год, он непрерывно рос, потом, значит, в 2015 году в конце немножечко был спад и снова вырос до тех же уровней, потом снова упал, вот, 2016 год начало пошел в рост и он непрерывно рос. В 2017 год был максимальный рост и в 2018 году в начале было, ну где-то ближе к марту месяце падение, потом какая-то стабилизация небольшая и опять рост. Вот, и где-то в октябре месяце было максимальное значение 2900, после чего он опять упал и вот на этом уровне все говорят, да, будет стабилизация на уровне 2600, но он упал. Ниже. И заговорили о кризисе, о том, что давно не было кризиса, наверное, будет кризис, что делать, что делать, что делать, что делать. Вот. Что происходило у нас? У нас происходили аналогичные процессы. Тот портфель, который я рекомендовал всем, модельный портфель, он тоже падал. Надо сказать, что он падал не так сильно, к его чести, как S&P 500, но тоже падал. И многие говорят, слушайте, а нафиг он нужен, этот модельный портфель, если я туда вкладываю деньги, а он не растет, а наоборот падает. То есть я теряю деньги. Ну, действительно, кто бы мог подумать, что, значит, зачем это надо? Вот. Но давайте посмотрим. Вот. Когда портфель начинает падать, скажем, вот вы вложились вот здесь, и портфель начал падать. Многие что, говорят, да ну его нафиг, я выхожу из этого и, Юра, так сказать, херню не неси. Вот. И вот здесь вот люди выходят, продают свои акции, активы. И по графику видно, что здесь как раз надо покупать активы, а не продавать. Вот. Потому что потом будет рост. Поэтому если вы вот здесь вот вошли в модельный портфель, он упал, а вы его докупили, то, соответственно, у вас будет плюс, потому что у вас вот отсюда он начнет расти, ну, уже и докупленные акции. И аналогично вот здесь упал, когда падает, когда упал, надо докупать модельный портфель или докупать акции, а не продавать. Что происходит сейчас? Сейчас аналогично вот упало, и момент падения – это как раз кайф. Тот момент, как раз, когда надо входить именно в фондовый рынок, как раз, когда надо покупать акции. Но вы же видите, что когда акции упали, их как раз надо подбирать, пока они дешевые. Вот в чем отличие инвестора, мышления инвестора от мышления, ну, вот как бы спекулянта, скажем так. И большинство людей, большинство людей, они говорят, ой, все, нет, 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 он упал, давай лучше я вложу в облигации. А вот здесь вот, например, вот посмотрите, как будет расти облигация, вот так. А как будет расти акции, вот так. Видите? И давайте сейчас я переключусь на именно свой портфель, что сделал именно я. Ну, я как раз именно так и сделал. Ну, во-первых, вот он мой портфель, вы видите, вот здесь процент активов. Вот у меня Башнефть, в портфеле сейчас находится Башнефть, Детский мир, НЛ+, ЕНПЛ, ГДР. Вот, что такое НЛ+, это компания Дерипаски, потому что ожидается, что они будут расти, с них собираются снять санкции. Я их закупил. Вот, ЕНПЛ и, значит, НЛ+, значит, это в виде ГДРов, это в виде акций. Газпром, ну, я взял и купил. Газпром давно не рос, я ожидаю, что в этом году, в следующем году будет завершен Северный поток-2, и Газпром начнет расти. Лукоил, а он всегда рос. Дальше. Ленэнерго, префы. Это рекомендация биржевых аналитиков, они говорят, что у Ленэнерго очень хорошие показатели, выручка растет, я закупил Ленэнерго. Дальше у меня Мегафон. Опять же, Мегафон, вот мы видим сейчас Мегафон, вот он. Вот, была рекомендация закупить Мегафон, потому что ожидается, что будет байбэк. Что такое байбэк? Это выкуп акций акционерами. И была рекомендация закупить. Вот, посмотрите, вот сейчас я выведу. Вот здесь вот был предыдущий байбэк, была предыдущая рекомендация купить. Купить. В августе была рекомендация купить Мегафон. Он сначала немножечко упал, потом был байбэк на уровне больше 680 был максимум. Потому что Мегафон уходит с листинга. И, соответственно, был байбэк, вот он был рост. Люди зафиксировали прибыль, потом было падение. Вот, соответственно, вот здесь вот. В декабре уже недавно совсем пришла опять рекомендация закупить Мегафон, потому что будет опять байбэк. И, ну, я его купил, видите, вот эта желтая линия. Я купил инвестиционную идею, воспользовался ею. Купил Мегафон уже вот здесь, когда он уже подрос. То есть, ну, с опозданием немножко купил. И вот сейчас она растет. Вы видите, оранжевая линия – это тот уровень, по которому я его собираюсь продать. Продать, зафиксировать прибыль. Посмотрите. Вот, так, сейчас. 12 декабря было. 12 декабря. То есть, за две недели я собираюсь получить. У меня получилось 6% прибыли. Есть вероятность зафиксировать за две недели. Очень хорошая доходность от этого вложения, от этой инвестиции. Я, естественно, вложил туда не все, а какую-то небольшую часть своих активов. Вот, дальше у меня стоит Мосбиржа, которую я недавно купил, потому что я решил сбалансировать свой портфель. Там нет финансового сектора. Мосбиржа вполне меня устраивает. Мегафон я недавно часть продал. Вот именно здесь я продал половину того пакета, который я купил. Зафиксировал прибыль в районе 3% и переложился в МТС, потому что я, как я говорил в одном из недавних видео, что портфель должен быть сбалансирован. И Мегафон, и МТС – это телекоммуникационные компании. Они должны входить, просто входить в портфель. Вот, дальше у меня стоит полюс золота, который принес уже достаточно большую прибыль. Вот, просто он лежит в портфеле и лежит. Дальше идет Сбербанк. Что такое Сбербанк? Смотрите, Сбербанк как раз, он недавно падал очень сильно, и я решил, что у меня нет банковского сектора, и я решил закупить как раз Сбербанк и ВТБ на минимумах. Они и тот, и другой банк на минимумах. Я их не собираюсь продавать, я их собираюсь купить надолго. Сбербанк у меня стояла заявка на покупку по 180 рублей за штуку, и недавно она сработала, неделю назад. Точно так же ВТБ. Значит, я решил поставить, он сработал. Яндекс – это технологическая компания, я в него верю, на самом деле. То есть, прибыли она пока не дала, я просто верю, и это, ну, входит в мой пакет. Ну, и таким образом, вот вы видите, весь мой пакет распределен на, сколько, 17 частей. Ну, на самом деле, Башнефти, Газпром и Лукоил, они из одной серии, из одной области. Вот, поэтому здесь превалируют, на самом деле, нефтяные отрасли. Я ожидаю все-таки роста. НЛ – это в ожидании роста, опять же, это инвестиционная идея, с одной стороны. С другой стороны, это, ну, как, металлургическая компания. Она есть, и она, так сказать, я считаю, что ее наиболее перспективно. Детский мир – это ритейл у меня. Линэнерго – энергосбытовая компания. Мегафон и МТС телекоммуникации, Мосбиржа – это просто финансовая компания, ну, биржевая, Сбербанк и ВТБ – банковский сектор. Полюс, опять же, добывающая компания. Вот, собственно говоря, вот такой у меня портфель. Яндекс технологическая компания. Вот такие компании есть у меня в портфеле. И как раз именно то, что я говорю, я именно так и пользовался. Я просто поставил заявку на покупку, потому что, когда акции падают, это кайф на самом деле. Потому что это как раз время, когда их надо покупать, ребята. Не продавать, а именно покупать. И как раз, когда модельный портфель упал, в него как раз надо входить, потому что, ну, нет никаких признаков того, что вот грядет кризис. И в Америке уровень безработицы на минимальных уровнях там все вроде бы нормально. Просто перегрев, был рынок перегрет, и он немножечко сдувается. У нас даже не было перегрева, он сдулся не так сильно, как американский. Поэтому, друзья мои, вот все, что я говорил ранее, остается в силе. Теория Гарри Марковица. Видите, я разбиваю активы, ну, на, то есть вот актив, портфель акций, разбиваю на акции, которые, ну, из разных отраслей. Я не знаю, что вырастать, начнет расти банки или еще что-то. Возможно, я надеюсь, что в нашей стране наконец-то начнут кредитовать промышленность, а не закупки импортного оборудования, скажем, не оборудование, не закупки импортных товаров. То есть мы будем оплачивать, наконец-то начнем оплачивать не труд американских рабочих, покупая или китайских рабочих, покупая всякий китайский ширпотреб, а начнем как раз инвестировать в собственное производство. И тогда все пойдет, понимаете? Тогда все пойдет. И я в это верю, и я верю в металлургические компании, я верю в телекоммуникации, потому что, ну, это дело развивается. Я верю в Яндекс, это очень интересная компания, я вижу просто у них постоянно какие-то инновации, и они должны расти, они просто должны расти. И по мере роста, смотрите, акции, они ведь что дают? Они растут сами по себе акции, и они дают дивиденды. Дивиденды небольшие от текущего курса акций, как правило, это 3-5%. Но если акция за год вырастает на 30%, то через год мои дивиденды уже будут выращивать, будут больше уже на 30%, хотя я уже ничего не докладываю, не вкладываю. То есть мои вклады растут. Поэтому, друзья мои, сейчас лучшее время для того, чтобы вкладываться в фондовый рынок. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы вкладываться. Возможно, лучшее. Если они еще упадут, значит, будет еще лучше. Надо смотреть. И в любом случае, надо, конечно же, следить за индексами, надо, конечно же, следить за активами. Если вы не хотите следить, пожалуйста, вам модельный портфель, он будет давать рекомендации. Кстати, последние рекомендации уже очень давно не поступали. Вот месяца 2 или 3, то есть не так уж часто это происходит. И, соответственно, модельный портфель сбалансирован. И нормально все будет с ним. Поэтому я вам еще раз советую. Ну, а как инвестировать, об этом я рассказываю на своем курсе «Биржа для чайников». То есть для этого нужно завести, прежде всего, брокерский счет, завести туда деньги и покупать активы. Можно покупать облигации, если вы боитесь, что акции упадут. Пожалуйста, можете покупать облигации. Это все равно выше, чем банковский депозит. И все равно вам потребуется устанавливать биржевой терминал. И об этом именно я рассказываю. О том, как установить биржевой терминал и как его настроить. Вот, поэтому, друзья мои, оставайтесь на моем канале. Спасибо за внимание. С вами был Демидов Юрий.